Здравствуйте! В эфире программа «Прямой разговор» в студии Мария Варгина. Лауреатом Всероссийского инновационного конкурса «Лучший молодой преподаватель 2024» стала учителем английского языка Губернского колледжа Алина Алексашина. Сегодня она гость нашей студии. Алина Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сначала о самом конкурсе. Для кого, для чего он проводится, какие инновационные технологии представляли участники на этом конкурсе? Конкурс проводится Национальным рейтинговым аттестационным агентством «Росрейтинг» при поддержке Министерства науки и высшего образования и Комитета Государственной Думы Российской Федерации. Конкурс создан для поддержки молодых преподавателей, для раскрытия их потенциалов. Участников было достаточно много. Каждый представлял свои инновационные технологии. И одни из них это были, например, игровая технология, проектная деятельность, также здорово-сберегающая технология. Тысяча участников, 85 субъектов. Очень серьезная конкуренция. Чем вы удивляли жюри? Конкурс состоял из двух этапов. Первый этап — это был заочный этап, где нам предстояло снять видеовизитку о своей профессии, о своих методических разработках. Вот благодаря моим студентам нам удалось снять очень хорошее такое видео и написать аннотацию к своей технологии. А уже во втором этапе, это был очный этап, который проходил в Московском финансово-юридическом университете, там мы уже должны были показать на примере занятия, занятия мастер-класс, свои технологии, которые мы представили в первом этапе. Ну вот что это за технологии? Я писала технологию, цифровую технологию, и, естественно, ее представляла. Так как сейчас очень развитые различные платформы, программы цифровые, вот я решила показать на своих уроках и на мастер-классе, как я лично применяю эти цифровые технологии на своем уроке, какие платформы использую. И таким образом представила членам жюри и своим коллегам, с чем я работаю. А что это за платформы? Это какие-то специализированные платформы именно для педагогов? Или это общая доступность? Нет, сейчас в интернете, в принципе, их огромное множество, и можно научиться ими пользоваться, и создавать очень интересные уроки для привлечения внимания студентов, для разнообразия урока. Вот, кстати, о внимании студентов. Насколько сложно его сегодня удержать, с учетом того, что молодежь привыкла все время быть в гаджетах? Достаточно сложно, будем честными, да, достаточно сложно, но вот как раз их можно попробовать благодаря вот этим цифровым технологиям, погрузить в их среду, уже им привычно, да, создать интересные уроки, создать интересный интерактив, благодаря платформе, которую я вот использовала на конкурсе, и таким образом проводить контроль знаний, умений, проводить закрепление пройденного материала, да, групповые игры, выводить на экран и все вместе играть. Это очень интересно, у меня была практика, да, я делала квинсы или тестирование, да, вот как раз для контроля пройденной темы. Это в какой-то степени даже упрощает жизнь и преподавателю, потому что результат не заставляет себя ждать, сразу идет проверка, ну и вовлечение детей в сам процесс. Но всего должно быть в меру, всего должно быть по чуть-чуть, и все-таки все равно самое важное — это контакт, это диалог учителя с учениками. Если есть диалог, есть вот этот контакт, есть общение, то таким образом мы привлекаем, да, студентов к уроку, по-другому быть не может. Если мы им не будем интересоваться, то и они не будут интересоваться нами и нашим предметом. А были какие-то вот новые технологии, которые вы подсмотрели у коллег на конкурсе и, может быть, примените у себя теперь? Да, очень интересно. В моей группе девушка выступала тоже преподаватель английского языка именно с игровой технологией. Мне очень понравилось. И вот, может быть, я бы хотела попробовать на своих студентах провести такую игру, да, вместо урока. Вот интересно. А почему вы, в принципе, решили принять участие в этом конкурсе? Ну, во-первых, я сейчас работаю в Губернском колледже, а там очень много талантливых людей, профессионалов своего дела. И, глядя на них, я не так давно там работаю, всего-навсего два года, но я всегда на них смотрела с таким восхищением, удивлением. Думаю, как они все это совмещают, как у них все это получается. Это так здорово, я тоже так хочу. И начала пробовать себя в различных конкурсах, в каких-то мероприятиях. Благодаря нашему директору Лыську Александру Ивановичу у нас есть возможности. Спасибо ему за это. Он всегда старается сделать так, чтобы у нас, педагогов, была возможность учиться и развиваться. И таким образом, я думаю, почему я не могу? Я тоже могу, я хочу. И я попробовала, да, пришло приглашение, и я попробовала себя. Это был ваш первый опыт участия в конкурсе? Именно от такого масштаба, профессиональный конкурс, да. Конечно, я работала до этого в общеобразовательной школе, я принимала участие в муниципальных семинарах, форумах, олимпиадах ученики у меня принимали участие. От такого масштаба первое. Единственное, мы вот в этом учебном году с моей студенткой также побывали в городе Казань, тоже на всероссийском уровне. Это была научная конференция-конкурс, где вот мы тоже себя попробовали, показали, но там я была в роли наставника. Но это тоже очень большой опыт на будущее. Мне пригодится. Но я очень рада, вот именно колледж дает новые возможности, открывает для меня новые двери, и мне вот хочется идти дальше, пробовать. То есть хочется будет до творческого развития. Да, хочется, да. Не хочется сидеть на одном месте, всё-таки ещё всё позволяет, да, и хотелось бы, конечно, себя проявлять. Ну вот что вам важнее, да, профессиональное признание или всё-таки любовь учеников важнее? Для меня это совершенно неразделимое понятие, так как профессиональное мнение мне очень важно. Мои коллеги, мои учителя дают мне ценные советы, помогают мне двигаться дальше, мотивируют меня. Ну а любовь студентов, она крыляет, она заставляет каждый день просыпаться, с улыбкой идти на работу и понимать, что да, я на своём месте, я люблю то, что я делаю. Кого вы считаете своими наставниками? Вот вы так много говорите о своих педагогах. Да, ну я своих коллег считаю своими наставниками, руководителей, естественно, потому что благодаря им всё вот так вот и складывается. Ну вы же учились в губернском колледже, а теперь пришли работать. То есть ваши наставники, теперь ваши коллеги. Мои коллеги, да, мои учителя, теперь мои коллеги, это мои наставники, которые меня очень поддерживают, которые мотивируют меня, которые учат, продолжают учить меня. А вот действительно, педагогу вообще важно учиться на протяжении всей жизни? Обязательно. Мне кажется, профессия педагог — это учиться всю жизнь, без этого никуда. Так как всё усовершенствуется, мы должны идти в ногу со временем, искать новые методы в обучении, искать новые технологии в обучении. Поэтому я считаю, это очень важно, посещать и форумы различные, и конкурсы, узнавать что-то новое, искать... Обмениваться опытом. Обмениваться опытом, да. Несомненно, это так. Вы в профессии уже 6 лет. Никогда вы не жалели о своём выборе? Если честно, было время, когда я, конечно, думала, а вдруг это не моё, я не на своём месте, может быть, я предназначена для чего-то другого. Но у меня даже был опыт работы совершенно по другой, в другой сфере, по другой специальности. Пока я училась в институте, а потом я поняла, что для чего это всё. Я прошла 5 лет колледжа, я отучилась в университете. Мама мне всегда говорила, попробуй, это может быть тебе понравится, но ты столько отдала этому сил. Я какой-то день подумала, почему бы и нет. И я пошла работать в школу, затем уже в губернский колледж. И сейчас я могу точно сказать, что нет, я ни капли не пожалела. Спасибо маме, что она мне когда-то указала этот путь. И глядя на своих учеников, на своих студентов, я очень счастлива быть там. Я здесь, я на своём месте. Говорят, что у человека должны быть способности к языкам. Действительно это так? Или всё-таки научить можно английскому каждого? Моё мнение, что не обучаемых людей нет. Важно подобрать себе правильного преподавателя. Очень важен индивидуальный подход, конечно же. Важно подобрать правильные методики. И тогда, если будет интерес у обучаемого, конечно же, результат не заставит себя ждать. Просто кому-то на это потребуется больше времени, кому-то поменьше. Но я считаю, что выучить язык может абсолютно каждый. А вот как быть с индивидуальным подходом? Ведь у вас в группе, наверное, человек 25-30. Как каждому уделить время, внимание? Ну, для начала нужно попробовать разные техники, разные технологии и методики применить на уроке, заинтересовать. и все-таки все равно важно, как я уже повторюсь, важно общение. И каждому можно найти подход, просто давать какие-то, может быть, дополнительные задания. Если я вижу, что ребенок не очень заинтересован, можно с ним индивидуально пообщаться, поговорить, что ему не так, что его не устраивает. И, в принципе, можно найти даже в группе правильный подход. А вот насколько важна языковая практика? Ведь же многие знают по себе. Я закончила университет, не пользуешься навыками, и пропадает. Пропадает. Это действительно так. Язык нужно постоянно развивать. Именно поэтому я вот даже учусь вместе со своими учениками, так как у меня факультеты абсолютно разные. Естественно, это разные профили, начиная от физической культуры, заканчивая парикмахерским искусством. Я человек, который учился на иньязе, и у нас не было именно определённой направленности. Конечно, я вместе с ними также учусь. Специфика, да, у каждой профессии всё-таки своя. И язык они тоже учат, соответственно. Да, естественно, у нас, начиная со второго курса, начинается уже профильный английский. И, конечно, у каждого своя специфика, свой профиль. А есть у вас какие-то любимые направления? Что вам с собой больше нравится? А мне нравится всё. Везде интересно узнавать что-то новое, и что для себя новое. И в спорте нахожу, естественно, в индустрии красоты, само собой. Мне нравится всё. Мне интересно. Что считаете на сегодняшний момент своим главным достижением? Ну, если говорить о профессиональной деятельности, то, конечно, то, что я стала частью коллектива своего любимого колледжа. Когда-то я училась и подумать не могла о том, что я бы смогла бы там преподавать. Я считаю это моим главным достижением. Ну и, конечно, это результаты и успехи моих студентов. Когда я вижу их результаты по прохождению различных олимпиад, конкурсов, мероприятий. У нас очень много в колледже проводится мероприятий, выездных и также муниципальных. Я очень горжусь ими. И я вижу их горящие глаза, вижу их любовь. И это тоже считаю своим достижением. А как тебе представляете школу или колледж будущего? Можно я скажу, каким бы я не хотела видеть школу будущего. Это полностью роботизированные. Все-таки мое мнение, что раньше школа и образование в целом было лучше. Сейчас все очень углубленно уходит на цифровые технологии. И я очень надеюсь и желаю этого, чтобы в школе продолжала жить душа, были эмоции и кипела жизнь. Все-таки это важно. Спасибо вам большое за беседу. Успехов и новых побед. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...